Ну, после, вдруг, как хочешь, вместо трат и совращения детей, он пропагандирует здесь и прошла с программой, которая по половому обучению маленьких детей начинает с 5-летнего возраста, он обучает маленьких детей, как начинается сельскохозяйственная жизнь, там полу-жития. Мы знаем ситуацию в Болгарии, о том, что здесь, к сожалению, это очень распространенное явление, и здесь девочки, в Болгарии начинают жить очень рано, то есть, по статистике, буквально с 7-8-летнего возраста начинается половая жизнь. Болгарии, то есть, мы хотели бы сегодня тоже, ну, в ходе этого семинара, помолиться о том, чтобы связать это без собственного духа, это без собственного ученика, которое распространяется сейчас по всей регионе, по Европейскому Союзу, и, ну, в связи с этим постом, ну, как бы, ребята-то тут, ну, как бы там, ну, что, они могут согласиться, могут не согласиться, но мы не можем так, ну, мы им предложили, что вот можно два варианта, изначально предлагалось вот проводить себя на 10 до часа, потому что часу до двух обеденных перерыв, вот, а потом в двух, там, или как-то сколько уйдет, ну, мы предложили ребятам о том, что сделать такой интенсив без обеда, вот, и провести его, где-то там, в районе 30 часов закончить, и потом, если, ну, там, мы хотели оцепки благословить, мы везем братьев на берег моря и просто угостим от наших церковных обедов, вот, поэтому я вас спрашиваю, ничего, если мы сегодня без обеденного перерыва, ну, так интенсивно поработаем, где-то, ну, там, по трех, там, вот, вот, все согласны? Дальше посмотрим уже какую-то практику. Да, практика начнёт. Сейчас уже на сиденье. Я думаю, что до трёх ещё можно сделать. Кто не в посте – чай, кофе. Кто не в посте – дашь. Да, если можно куда-нибудь. Валентский, да, сам покушать. Хорошо, друзья. Замёт чуть-чуть вашего времени, мы перейдём в практику просто. И смотрите, я говорю, что у меня есть рекомендации для людей, которые служат в пророчественном служении. У меня здесь 23 пункта – это 7 столиц. Я их говорил в пророчественной теме, они занимают где-то часа-полтора. Поэтому я не буду о них сейчас говорить. Вот. По-моему, они где-то есть. Нет, не помню. Есть у меня рекомендации для людей, которые принимают пророчественное слово. Их там 30. Поэтому это тоже очень много. Я вам хочу, смотрите, показать, ну, такое внимание, на 5 минут буквально, показать, какие ошибки очень часто выпускаются. То есть, если вы хотите служить в пророчественном служении, вы должны разобраться со своими проблемами душевными. Так можно быстрее. Потому что твои душевные проблемы, они будут влиять на то пророчество, которое ты будешь освобождать. То есть, вы должны быть душевными, эмоциональными, моральными, силёнными людьми. Не пророчествовать, знаете, душевно или то, что хочет сказать человек, не ради какой-то выгоды. Во всём, ну, должны служить в любви. Смотрите, ещё очень часто люди допускают такую ошибку. Вот, например, я служу кому-то, да, вот, например, сейчас здесь, и вдруг мне Бог открывает, что в этом зале, там, человек пережил изнасилование. Любого рода, физического или морального. И если я, ну, скажу, там, ты там, там, нет красных, там, ты-то, то-то, то-то. Я вижу, что ты пережил изнасилование. Я правильно скажу? Я скажу правильно, но неправильно. То есть, я это увидел от Бога, действительно. Но это неправильный подход. Неправильный подход. Я подхожу к человеку, и я даже не говорю, что он пережил изнасилование. Человеку это знать не обязательно. Он и так об этом знает. Чо толку, что ты скажешь, грешник, о чем он леший? Он подходит, брат, он согнуть, а что толку, что ты ему скажешь, что он кулит. Ничего толку. И если я отвечу, то говорю, ой, я знаю, что ты пережил изнасилование. Может, в глазах черту людей скажут, что это пророк. Он 특히 всё знает. Но для меня это не показатель. Для меня показатель того, что пророчество несёт в себя ответа. и выходы из различных ситуаций. И я поступлю как? Я обратно к этому человеку. Я даже не буду говорить, что я увидел. Я скажу брату, я там сестра. Ты знаешь, вот у меня есть понимание того, что, возможно, в твоей жизни были вынесены какие-то раны, какими-то определенными людьми. И знаешь, ну давай мы помолимся. Я понимаю, что тебе нужно простить, тебе нужно отпустить эту ситуацию. Потому что каким-то образом дьявол за это цепляется. Тебе самому тяжело идти. Да, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Да, давай мы просто помолимся, ну там, я не знаю, давай ты это отпустишь. Он себе не говорил, что он пережил и затею, мне это вина бы говорить. То есть тут будьте тактичны с людьми, то есть подходите с любовью к тому, что он богат. Не ищите. Очень часто, знаете, когда люди входят в пророчество, они начинают искать грехи. Это неправильно. Не надо поверяться в грязном дверье от других людей, потому что это извращение. Знаете, когда я вижу, что для кого-то из пророчествующих людей, да нет, показатель того, что они пророчествуют. Когда люди радают и каются перед Богом, это меня показатель, когда люди уходят с улыбкой и совладрением. Опять же, смотрите, пророчество, ну, я скажу общую фразу о расстроении, несет в себе негатива. Что я имею в виду от слова негатива? Если от пророчества слова приходит страх, депрессия, я не знаю, там, состояние самоубийства, состояние большого расстройства эмоционального, да все, что тебе приносит страх, депрессия, ну, какие-то нехорошие вещи. Скорее всего, это было слово не от Бога. Но, опять же, нам не нужно путать. Когда Бог говорит, ну, вещи наставляющие, не всегда тоже, не всегда тоже, как бы нам это приятно. То есть, если Бог говорит, там, через кого-то человек, тебе нужно изменить свой характер, потому что ты гневующийся человек. Это тоже не очень приятно слышать, но это говорится из пользы. Опять же, несет тоже можно разными способами. То есть, очень люди, там, Бог им что-то вкалчивают деньги, они еще добавляют, и суды тебя теперь за это, и Бог тебя покарает, понимаете, и вроде пророчество правильно, и потом уже страх приходит. Капец, все, суды от Бога, что еще может быть хуже? Да, поэтому не надо мне что-то добавлять или убавлять. То есть, ну, это, именно служение должно быть с любовью, с любовью. И тогда вы не будете не так. Ошибки будут, неточности будут, но когда ты служишь с любовью, с чувством помочь, потому что, ну, видно, что Писание говорит, что Иисус пришел не убивать, Иисус пришел спасти, поднять человека. Я не знаю, почему пророчества будут там, как будто страшные какие-то вещи скатаны. Нет, это не так. И опять же, я не стал ему рассказать какие-то негативные примеры, чтобы в этом не зацикливаться. Не зацикливаться, что еще, что еще, что еще из такого важного. Ну, в принципе, мы избегаем вопросов финансов и вопросов с вами. То есть, мы не говорим там, жениться на этом или не жениться, вкладывать туда деньги или не вкладывать. Это вообще не наше прерогатива. То есть, и еще. Мы говорим о том, что вот это очень-очень-очень-очень важный момент, что мы должны уметь забывать то, что мы пророчествуем. Это не нам было сказано. Надо забывать не будет, а не надо разносить это по всей церкви, потому что ты там лучше сказал. То есть, сказали человеку, он подумал. Ну, все, благословили, подумали, помолились, приковьте еще больше. Все, я забыл. То есть, мне это не надо знать, это было не ко мне. Если человеку будут вопросы, он позволит ему напомнить, потому что у меня хороший путь забыл. То есть, и очень важно, я считаю, это очень важно, это подотчетность. То есть, многое развилось такими служителей, которые никому не подотчетованы, нет церквей, нет наставников, говорят все, что хотят. Для пророчества у человека, ну, необходима подотчетность, необходимы наставники, которые будут его корректировать, которые будут его направлять. Это тоже очень-очень-очень важно. Хорошо, давайте теперь мы сделаем картину. Нам нужно будет чуть-чуть убрать столы или раздвинуть. Так, сколько у нас человек? Два, четыре, пять, восемь, десять. Давайте мы поделимся на три группы. Ну, выйдите сюда четыре человека. Ну, либо четыре человека. Вот раз. Еще один. Молодец, молодец, молодец. Раз. Не-не, вы сейчас ничего не будете делать, я просто покажу, что вы можете делать. Как переводить. Раз. Два. Два. Давайте еще два человека. Ну, ну, я потом, я просто покажу, просто объясню, что вы мне написали. Три. 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 Отлично. В славянском народе вперед, походу, все время женщины, все время, что шоссествуют, уважение. Да, 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 да. Это же, и так, и так всегда говорят. Мы-то сестер, вперед, да. Так и в церкви. Знаете, смотришь, служат 70% женщины и 30% мужчины. Поэтому, просекай. Ты молодец. Это не на братик, который здесь. Окей. Нет, я просто шучу. Хорошо. Что мы сейчас делаем? Вы поделитесь. Еще получится одна команда четыре. Нет, еще одна получится пять. Еще одна пять. Ну, по четыре, по пять человек. Три команды. Вы сделаете. Что вы будете делать? Это мы делаем на наших домашних группах, в церкви. У нас есть хорошая такая традиция, если к нам приходит новый человек, или если не приходит, мы практикуемся, мы освобождаемся снова. Когда приходит новый человек, это очень сильно его касается. Как мы служим? Так. Мы ставим человека в центр. Вы его окружаете, я не знаю, может, белый. Мы разлагаем на него руку. Разлагайте. Мы закрываем глаза, и через пять духовных чувств мы что-то для него получаем. Ну, картинку, я не знаю, ощущения, мысли. Когда мы что-то получили, мы убираем руку. Ну, давайте что-то получать и убрать. Убранная рука является свидетельством того, что вы что-то получили. Старайтесь долго это не делать, да, то есть там первые 20-30 секунд, что-то получили, что-то увидели, что-то почувствовали. Окей, все. Убрали руку. Упражнений много и более 50-ти у нас, поэтому семинары по нескольких дней, для того, чтобы людей раскачать, чтобы как мы сейчас поступили. Сейчас мы вот как сделаем. Она говорит, да, то есть мы сейчас сразу пойдем. То есть мы сначала делаем, если пророчистую школу мы делаем, мы сначала просто, чтобы люди видели, раскачиваем. Сейчас мы совместим то, что мы видели или чувствовали с толкованием. Она говорит, я видела там, ну например, море. Вот она говорит, а сначала человек говорит то, что он увидел, и потом он начинает пробовать с толковым. Ну наверное, скорее всего, море это связано, ну там, с движением святого духа. Или если человек живет на море, может быть просто как слово знает, что человек живет на море. То есть мы пробуем истолковым, то есть пытаемся истолковать то, что он увидел. Следующий человек, я там видела, кто ты видела, что ты чувствовал? Божий Сын. Божий Сын. Окей, я слышала, что ты Божий Сын. Я видела море, и я думаю, что восходящий Солнце, но я не уверена в восходе или на закат, но оно было такого красноватого. Какие слова понимания? А? Есть какое-то понимание истолкование? Ну, мысль пришла. То есть у меня несколько, да, сразу. Солнце правда и мой Господь. Да, да. И второе, что возможно, если это восход, то это какое-то служение, какое-то новое. Ну, чтобы зарождать. А если садиться, то, скорее всего, какой-то момент заканчивается, и наступает новое. То есть что-то может быть заканчивается. Окей, то есть мы говорим, что смотри, ты Сын Божий, и в твоей жизни так виды море, да, да? Божий мир. А, вот, Божий мир, точнее, что-то морская тема здесь. Ну, да, да, Божие души. То есть ты Сын Божий, да? И Бог хочет в твоей жизни двигаться своим душем. То есть сейчас, если это восход, мы говорим, что сейчас Бог что-то будет новое рождать в твоей жизни. Новое рождать. А если это закан, то, скорее всего, какие-то вещи сейчас будут заканчиваться в твоей жизни, будет приходить что-то новое. И, соответственно, подбираем какое-то место из писателей, может быть, несколько. То есть мы говорим, и мы истолковываем, и пытаемся понять, что это было. Вы сейчас также можете оставаться в своем. Вы здесь служите уже следующего человека поставить. Вы делитесь по 4-5, расходите здесь, служите своим душем. Окей? Давайте. Вы делитесь на тот момент и расходите здесь на минутку... «А, кому...» Продолжение следует...